Аффекты – кратковременные, но предельно яркие, бурные эмоциональные вспышки, восторг, гнев, ярость, ужас и т.п. Состояние эмоционального возбуждения в высшей степени. Аффекты возникают в связи с определенными раздражителями и поэтому всегда конкретно направлены. Как правило, в состоянии аффекта человек действует под влиянием реактивного ума. Аналитический ум отключается и человек не контролирует своих поступков и действий, о чем впоследствии жалеет и оправдывает себя. Вот как Лев Николаевич Толстой описывает состояние аффекта у Пьера Безухова в «Войне и миры». Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание. Но то, что он хотел сделать, было слишком страшно. «Нам лучше расстаться», – проговорил он прерывисто. «Расстаться? Извольте. Только ежели вы дадите мне состояние», – сказала Элен. «Расстаться? Вот чем испугали». Пьер вскочил с дивана и, шатая, сбросился к ней. «Я тебя убью!» – закричал он. И, схватив со стола мраморную доску, с неизвестной ему еще силой сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен закричал «Ван!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услышали этот крик. Страсть – сильное и длительное эмоциональное состояние. Страсть подчиняет себя основную направленность мыслей и поступков человека, стимулируя к активной деятельности, целью которой является удовлетворение совершенно определенных целей. Но при этом в сознании личности постоянно доминирует не столько содержание движущего мотива страсти, а эмоции ее поддерживающие. Давайте более подробно рассмотрим состояние аффекта и страсти. В этих состояниях психическая энергия оттягивается и расходуется на открытие той или иной чакры с последующим повышением вырабатываемой этой чакрой энергии, в то время как другие чакры закрываются или работают на минимуме. В результате подобной деятельности создается разбаланс энергии в полевой форме жизни с преобладанием той, которую вырабатывает переактивированная чакра. Проиллюстрируем это примерами. Аффект и страсть радости в основном состоит из электромагнитной энергии и вырабатывается анахатой чакрой. Чрезмерная выработка этой энергии перенапрягает и вредит сердцу. От радости, говорят, аж дух захватило. Смещает общую энергетику организма вверх. Радость окрыляет. Вегетативная нервная система чрезмерно активирует свой симпатический отдел, соответственно изменяя состояние органов и тканей. История знает массу примеров, когда люди умирали от неожиданно свалившейся на них радости. Аффект и страсть гнева в основном состоят из световой и тепловой энергии и вырабатываются манипура чакры, контролирующие печень, желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу. Когда человек захвачен аффектом или страстью гнева, о нем говорят, он ослеплен, пылает и кипит от гнева. Чрезмерная выработка этой энергии вредит всем пищеварительным органам. Ибо активация симпатического отдела вегетативной нервной системы блокирует работу пищеварительных органов, вырабатываемые в большом количестве гормоны и другие высокоактивные вещества, например адреналин, не срабатываясь, как это было предусмотрено природой, сражаться или убегать. И оказывают повреждающие действия на организм. Это приводит к несварению, изжоге язвам желудка и кишечника. В повышенном количестве разрушаются в печени красные кровяные тельца, накапливаются желчные отходы. В результате человек желтеет и зеленеет от гнева. Повышенное количество продуцированной световой энергии портит голографическое тело организма, подавляет аналитический ум, ухудшает работу памяти. Аффект и страсть тоски, самосожаление состоят из гравитационной энергии и вырабатываются двумя нижними чакрами – Сватхистана и Муладхарой. В народе подмечено, что от тоски, самосожаления, все вниз опустилось, то есть вырабатывается повышенное количество гравитационной энергии, что вызвало повышенное чувство тяжести в нижней половине тела. В состоянии тоски, самосожаления, тревоги, затянувшегося страха угнетается деятельность симпатического отдела вегетативной нервной системы, что приводит к ослаблению перистальтики, снижению выработки гормонов, активирующих организм. Все это выражается в появлении запоров, атоней кишечника, снижении половой потенции, расстройстве менструального цикла у женщин, вплоть до полного исчезновения. У кормящих женщин аффекты могут вызвать пропадание молока. Вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно. Так отчего же тесный их союз не оградил их от вражи, вражды смертельной? Гёте. Очень интересно подметил. Не мудрено, что Гёте этого не знал. А мы с вами теперь знаем и будем стараться делать так, чтобы слитые нераздельно душа и тело смертельно не враждовали между собой. Образное мышление, как обычно, мысль состоит из некоторого запаса психической энергии, которая оформлена в виде предмета, картины, живого существа. В итоге этот образ, отделившись от своего создателя, живет некоторое время самостоятельно с жизнью, пока не израсходуется психическая энергия и его поддерживающая. Человек может наложить созданный им мыслеобраз на себя или на другой предмет человека и так далее по своему желанию. В этом случае мыслеобраз передаст свою информацию данному предмету человеку или самому себе. Чем длительнее и интенсивнее создание мыслеобраза, тем сильнее его последующее действие. Для самоизлечения с помощью образного мышления необходимо создать яркий, возможно более живой и устойчивый чувственный образ. Для этого мысленно воспроизведите необходимую форму, цвет, звук, запах, консистенцию, свойства и так далее воображаемого органа или всего человеческого организма. В результате такой работы ваш мыслеобраз приобретет активные свойства, которыми обладает и реальный орган или организм и вызовет реальные изменения в вас с заложенными качествами в мыслеобразе. Откуда берется загрязнение и искажение, влияющие на психическую активность человека? Пришла пора осветить этот вопрос, ибо дальше без его знания все будет искажено и непонятно. И здесь мы с вами сталкиваемся с понятием кармы, законопричиной и следствием. Если обратиться к древним источникам, например, афоризмам по Танджале, то можно узнать следующее об этом законе. Вместитель кармы имеет свой корень в источниках беспокойства и узнается в видимых и невидимых рождениях. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни, продолжительности жизни и опыта. Страдание, которое не наступило еще, устранимо. Причина этого устранимого страдания – соединение зрящего со зримыми вещами. Карма бывает двух родов – с началом и без начала. На первый взгляд, это полнейшая абракадабра. Но не будем спешить и обратимся к современным исследованиям в области человеческой психологии. Станислав Гроф на основании 30-летнего опыта изучения терапевтических возможностей измененных состояний сознания пришел к тем же самым выводам, что и мудрец по Танджале. Свою психотерапевтическую работу Гроф начал, как убежденный фрейдист, преисполненный энтузиазма по поводу кажущейся объяснительной мощи психоанализа, но разочарованы и озадачены его терапевтической неэффективностью. В результате было обнаружено, что не только практика, но и теория психоанализа нуждаются в коренном изменении. Без какого-либо программирования и даже против моей воли пациенты выходили за рамки биографических областей и касались таких сфер психики, которые не обозначены в психоанализе и академической психиатрии. Более того, основные терапевтические изменения происходили не в контексте с травматическими событиями периода детства, а в последующих мощных трансбиографических, то есть выходящих за рамки биографии личности, переживаниях, которые традиционная психиатрия предпочитает рассматривать как симптомы психических заболеваний, и которые она пытается подавлять всеми всевозможными средствами. Итак, что же обнаружил Грофф на своих сеансах? По мере погружения обыденного сознания с его аналитическим умом в полевую форму жизни и далее в первичное сознание человека проходит несколько областей с различным информационным содержанием. В каждой области имеются источники беспокойства, влияющих на здоровье и судьбу человека. Если источник беспокойства пережить заново, то он исчезает и больше не беспокоит человека. Происходит, как говорил Патанжали, соединение зрящего аналитического ума со зримым, то есть теми ситуациями, которые происходили с человеком и наложили на него свой информационный отпечаток, но по какой-то причине не были осознаны аналитическим умом, из-за этого стали причиной патологии в теле и так далее. Какие области проходит аналитический ум при погружении в полевую форму жизни и далее в первичное сознание? В самом начале погружения люди видят цветные геометрические фигуры, слышат звенящие и гудящие звуки, появляются ощущения в различных частях тела, вкусы, запахи и так далее. Следующая легко достижимая область – это уровень биографических воспоминаний. На этом уровне все неразрешенные конфликты и источники беспокойства могут возникать из полевой формы жизни и становиться содержимым переживания. Переживания включают в себя не только эмоции, но также физические, зрительные и другие ощущения всплывающего источника беспокойства. При этом наблюдается полная возрастная регрессия, уход в детство, к той стадии развития, когда происходили события, ставшие источником беспокойства. Как правило, это ситуации, связанные с травмами, угрозой для жизни и целостности организма, которые приводят к появлению неизлечимых психосоматических заболеваний самого различного характера. Вот несколько примеров из моей практики в смысле… Город Москва Б.И. На нас свалила страшная беда. Заболел наш мальчик. Возраст 11 лет. Никогда ни на что не было жалоб. В августе 1994 года он был на отдыхе в Азовском море. На водной горке упал, принес шоковое состояние. Жалоб не было. Состояние было хорошее. После болезни ОРЗ сдали анализы и был обнаружен сахар в крови, в моче. В моче сначала 1%, потом 2% сахарный диабет. Город Майкоп, БГ, в октябре 1993 года получила травму, перелом копчика. Лечащий врач сказал, что необходимо вправлять копчик. Вправление провели в поликлинике. Но кроме потери сознания оно ничего не дало. Два дня находилось в состоянии шока. В результате у меня появились хронический гастрит, дискинезия желчных протоков, пилонефрит, энтероколит, увеличение матки, подозрение на миому. Никакое лечение не помогает. Город Железноводск, ИА. В 13 лет мне удалили гланды. Врач был в двух очках и удалила нечаянно здоровую ткань. Не могли остановить кровотечение, накладывали швы. После этого я стала терять голос. Город Пермь, А.Л., мужчина. Сейчас ему 41 год. С рождения был здоровым человеком. В 20 лет получил травму. Во время игры в волейбол прыгнул голой пяткой на гвоздь. После заживления раны сразу же начался диабет. Среди родственников диабетом никто не болел. Никакое лечение не помогает. В 9 лет мне сделали операцию аппеницита, во время которой хирург проколол тонкий кишечник. Через 3 дня прооперировали второй раз разлитой перитонит. Выжила, по словам врачей, за счет очень здорового организма. С этого времени началось гаймориты, ангины, гриппы, танзелиты, общая слабость и хилость. Следующими областями за физическими травмами являются уровни, в основном содержащие явления рождения и смерти. Они также биографичны по своей природе. Наиболее характерные переживания, которые считывает аналитический ум, это физическая и эмоциональная боль, болезни, одряхление, старение, умирание и смерть. Осознание смерти находит свое выражение не только в видениях умирающих людей и животных, кладбищ, похорон, разлагающихся от трупов, скелетов, но также в глубоко переживаемой встрече со смертью, очень убедительным и реальным. Переживая агонию и умирание, человек одновременно испытывает состояние напряженного борения за возможность быть рожденным и или рожать. Переживания смерти и рождения многообразны, сложны и связываются с различными выходящими за рамки биографии личности переживаниями мифологического, мистического, исторического и тому подобного характера. И в этом нет ничего удивительного. Смерть есть рождение в мире полевых форм, и все, что человек там видит, запечатлевается в виде глубоко скрытой голографической информации. Это же самое можно отнести и к объяснению исторических эпох. Человек живет много жизней, и все они записаны в виде голографического кода со своими источниками беспокойства. За этой областью следует другая уровень воспоминаний о полевом мире, в котором человек живет в промежутках между жизнями на земле. Вот основные качества этого переживания. Чувства мира, безмятежности, покоя, океанического экстаза, святости, нерушимости, посвящения, отсутствие сковывающих пространственных и временных рамок, богатства прозрений космической сопричастности и единства. Специфическое содержание этого опыта выражается в ситуациях, для которых характерно отсутствие границ и препятствий. Это как раз указывает на то, что в мире полевых форм существует совершенно другой способ передвижения, для которого нет границ. Сюда же относятся образы природы, видимые в ее лучшем проявлении. Видение неба и рая. К этим переживаниям относятся слияние с другим человеком и образование двойного единства. Многие люди переживали идентификацию с существующими формами жизни, в результате чего сумели глубоко проникнуть в психологию животных, понять их специфические привычки. Наблюдались случаи, когда эти переживания сопровождались соответствующими мускульными напряжениями и даже движениями, не характерными для человека. Имеются люди, которые переживали эпизоды идентификации с растениями или их частями. Они сообщили об удивительных прозрениях таких биологических процессов, как прорастание семени, фотосинтез в листьях, вода и минерала обмен в корневой системе, опыление. Другие пережили идентификацию снежевой материи или неорганическими процессами, огнем, вулканической деятельностью, золотом, бриллиантом, звездами, галактиками, молекулами и атомами. Это есть нечто иное, как самый древний и правильный метод получения знаний посредством идентификации получать прямое знание об интересующем нас объекте. Этим секретом владели древние мудрецы, которые без микроскопов, телескопов, спутников, спектрального анализа и другой чуши собачьей познавали окружающий мир, используя в качестве основного инструмента собственное первичное сознание. Двигаясь дальше, аналитический ум может идентифицироваться с космическим сознанием или универсальным разумом. Пределом переживаний оказывается идентификация со сверхкосмическим, таинственной изначальной пустотой, которая осознает само себя и содержит все сущее в зародыше, и потенциальной форме. Вот мы и добрались до атмана древних мудрецов. Как его ни назови, бог-отец, вакуум, изначальная пустота или сверхкосмическим нечто. Как видно из исследований Грофа, человек как самостоятельное существо в виде полевой формы жизни существовал задолго до возникновения солнечной системы и появления на Земле человека разумного. Елена Бловацкая в своих книгах «Тайная доктрина» раскрывает эту тему. В каждом человеке содержится информация обо всем мире. Каждый человек потенциально может контактировать с каждой частью этого многообразия бытия, которое представляет собой целостную космическую структуру. Закон кармы как раз и разъясняет это положение. Первое. Карма бывает двух родов. С началом и без начала. Карма без начала – это возникновение Вселенной, в которой находится разумная часть каждого человека. Карма с началом – это наступление периода, в котором человек стал действовать сознательно и накапливать положительный и отрицательный опыт в первичном сознании. По-библейскому она началась, когда Адам отведал яблоко от дерева добра и зла. Второе. Вместитель кармы имеет свой корень в источниках беспокойства и узнается в видимых и невидимых рождениях. Положительный и отрицательный опыт, накопленный в первичном сознании, контактирует с целостной космической структурой, которая направляет первичное сознание в соответствующие условия – страна, семья, окружающие вас люди, обстановка, ситуация и т.д. Третье. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни. Продолжительности жизни и опыта, отрицательный и положительный опыт свернут в виде голографического кода в первичном сознании. Это корень, чтобы он вызрел и проявился, вас направляет в соответствующие условия жизни, в которых раскручивается голографический код отрицательного и положительного. Например, многие люди удивляются, почему им досталось такое дурное детство, родители, дурацкие ситуации, болезни и неурядицы. Оказывается, вы собственным голографическим кодом притягиваете соответствующее окружение и создаете неурядицы. Если даже попадаете в благоприятное окружение, то все равно проявляется дурное или благое действие вашей кармической голограммы. Пример взят из жизни. У меня никогда и ничего не выходило. В любом деле я проявлял старания, но в итоге получалось только хуже. Я никогда не мог прилично заработать. Там, где другие люди зарабатывали хорошо, я получал гроши и ни разу даже рубля не выиграл ни в одной лотерее. Первый мой брак был неудачным. Женился второй раз. Уж какие приличные родственники были у моей второй жены. Ни с того ни с чего начались скандалы между всеми членами семьи. Сплошное непонимание. После этого я стал задуматься о всем происходящем. Я вспомнил и проанализировал все двадцать пять лет, оставшиеся за спиной, и понял страшную вещь. Мало того, что я сам неудачник, я еще несу с собой неудачу людям. Судите сами. Во время моего рождения мой отец и мать жили хорошо. У отца была хорошая работа. Когда я родился, отец стал пить, потерял работу. Мать с ним развелась. Средств на жизнь стало не хватать. Мать повторно вышла замуж за хорошего, обеспеченного человека. Но он вскоре ушел к другой женщине. В школе я учился в самом отстающем классе. Когда его расформировали, я попал в самый лучший и дружный класс. И этот класс на глазах превратился в сборище прогульщиков и эгоистов. Никакой дружбы. В армии мне досталось показать на рота. За полгода эта рота переместилась на первое место в списке штрафников. После армии я устроился в гараж с водителем. Зарплата почти не поднималась. Машины из-за отсутствия запчастей встали. Все стали нервными. Участились в скандалы. И вот я уволился. Не прошло и полмесяца, как там подняли зарплату в три раза. Появились средства у предприятия. Машины вновь стали работать. А место мое уже было занято. Один знакомый предложил мне работу на малом предприятии. Я принял его предложение и прибыль ушла. Зарплата упала. Я не мог найти начальной причины неудач. Все возникало неоткуда, само собой. И все описанное мной – это только десятая часть того, что со мной произошло. Где бы я ни появлялся, за мной по пятам идет неудача. Четвертое. Страдание, которое еще не наступило, устранимо. Если с помощью определенных методик пережить аналитическим умом свернутые голограммы, разворачивание голограммы означает разрежение энергии, ее составляющих, в которых заключены ваши прошлые источники беспокойства, они теряют силу. Аналитический ум их раскручивает во время повторных переживаний, и энергия, содержащаяся в них, теперь не притягивает жизненной ситуации, людей и тому подобное, имеющих аналогичные голограммы. Вот так можно заразить, вот так можно заранее избавиться от болезней, жизненных неурядиц, которые ждут своего часа для вызревания. В заключении Станислав Гроф утверждает, что практическая работа показывает, что динамическая структура психогенных симптомов, то есть энергии на копленных проблемных голограммах, содержит исключительно могущественные эмоциональные и физические энергии. А в этом нет ничего удивительного. Химическая энергия образуют одни связи, атомные, другие, квантовые, третьи, психические, четвертые, которые возрастают по своей энергоемкости. Поэтому любая попытка серьезно повлиять на них исключительно проблематична. Именно по этой причине химиотерапия кое-что может сделать на уровне физического тела. Облучение на уровне атомов и молекул. Правильная психотерапия на уровне полевой формы жизни и первичного сознания. Отсюда и соответствующий эффект. Минимальный при химиотерапии и максимальный при психотерапии. При этом необходимо помнить, что такие расстройства, как состояние тревоги, депрессия, алкоголизм, наркомания, астма, мигрень, сахарный диабет, могут быть удалены при проработке уровня рождения и смерти. Но в тех случаях, когда корень кармы глубок, надо пройти интенсивные переживания прошлых жизней. Помните, психика человека – не итог биографических событий его жизни, а проявление равное Вселенной. Вот теперь мы знаем, что физическое самочувствие определяется психическим состоянием. Знание особенностей взаимоотношений психики и тела позволяет понять, как на основании тех или иных эмоций, настроений, кармических влияний и т.д., формируется жизненный тонус, активность человеческого организма, и почему благодаря здоровому духу мы имеем здоровое тело. Саморегулирование личности. Нужно бояться праздности и беспорядочности. Лев Толстой. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать, и в случае склонности к козлу, и в случае склонности к козлу развивать в себе нравственные качества. Вот в чем обязанность человека. Кант. Интересно. В случае склонности к козлу. Козел. Интересно. Саморегулирование личности – сложное и кропотливое дело, требующее соответствующих знаний. Этому вопросу еще с давних времен уделялось огромное внимание. Например, следующая выдержка из Кадха Упанишады, сказание о Начикете, говорит следующее. Третье. Знай, что Атман – это едущий в колеснице. Тело – колесница. Знай, что разум вознится. Мысль поистине узда. Четвертое. Говорят, что чувства – это кони. А то, что действует на чувства – их пастбище. Мудрецы говорят, что упряжка из тела чувств и мыслей и есть наслаждающийся Атман. Пятое. Тот, кто живет неразумно, никогда не напрягая мысли, тому не подвластны чувства, как возничному непослушный кони. Шестое. Но тот, кто живет разумно, кто постоянно напрягает мысль, тому подвластны чувства, как возничному послушные кони. Всякое саморегулирование личности начинается со знания механизмов построения и управления полевой формой жизни человека, а также знания механизмов взаимодействия полевой формы жизни с физическим телом. Подлинное саморегулирование личности начинается непосредственно с ее истока – Атмана, Пуруши – и заканчивается в физическом теле. Помните знаменитую фразу Иисуса Христа «Я есть Альфа и Омега» – начало и конец. Итак, что же мы должны регулировать в собственной личности, чтобы жить здоровой, полноценной жизнью? 1. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую энергию, лежащую в основе образования полевой формы жизни человека. 2. На основании знаний механизмов поведения умело управлять полевой формой жизни. 3. Знать обратное влияние физического тела на полевую форму жизни человека. 4. Естественно, каждый из этих трех вопросов имеет собственные подразделы. 5. Рассмотрим последовательно вышеуказанные вопросы с их подразделениями. 1. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую энергию, лежащую в основе образования полевой жизни человека. Этот вопрос разделяется на следующие подразделы. А. Волевое напряжение личности. Б. Личностный смысл. Цель жизни. В. Шкала внутренних ценностей. Г. Правильная постановка жизненных задач и их решения. Волевое напряжение личности или психическое напряжение отражает степень выработки личностью психической энергии для организации собственного поведения в каждый текущий момент жизни. Каждый человек в зависимости от индивидуальной конституции, интеллектуального развития, наличия эмоционально-клеточных загрязнений по-разному способен осуществлять волевое напряжение, что в итоге приводит к выработке различного количества психической энергии. В итоге получается, что одни люди в течение суток могут вырабатывать ее больше, а другие меньше. Повышенная выработка психической энергии делает этих людей более активными. Они занимают лидирующее положение в семье, коллективе, обществе. Так или иначе навязывают свое мнение. Стиль жизни формирует моду и шкалу внутренних ценностей человека и так далее. Но при этом каждый человек имеет свой индивидуальный диапазон выработки психической энергии. От минимума до максимума. Если человек проявляет минимальные волевые напряжения, то энергии вырабатывается мало. Эмоции вялые, блеклые. Функции организма, вегетативной нервной системы активированы слабо. Внешне это выражается в вялости, расслабленности, расплывчатости фигуры, подверженности всевозможным заболеваниям. Если человек проявляет волевые напряжения, близкие к максимуму, он вырабатывает повышенное количество энергии, живет яркими эмоциями, функции вегетативной нервной системы активны, в крови повышенное количество гормонов, сильнее иммунитет, интенсивнее метаболизм. Внешне это выражается в активной деятельности, повышенным интересам к окружающим, крепким здоровьем, упругим телом, тягой к другому полу. Но если человек по каким-либо причинам проявляет завышенные для себя волевые напряжения, например, спортсмен, то это приводит к перерасходу психической энергии и чревато неблагоприятными последствиями. К выработке и накоплению психической энергии необходимо подходить с двух позиций. А. Применять стрессы небольшой и средней силы с целью получения в организме ответных реакций, тренировки и активации. Б. Постепенно подготавливает ткани и органы к пропусканию повышенного потока психической энергии. Если не соблюдать пункт А, то возможен психический срыв. А если Б, то повышенный поток психической энергии разрушит ткани физического тела и сделает человека калекой. Таким образом, каждый человек может с сознательным волевым напряжением активировать свой организм, что увеличит способность воспринимать и обрабатывать информацию, лучше ее использовать. В результате этого повышается интенсивность бытия. Человек легче преодолевает препятствия, не боится трудностей. Все это говорит о высоком уровне саморегуляции личности. Цель жизни, личностный смысл человека является генераторами, активаторами выработки психической энергии, движущей силой саморегуляции и самосовершенствования. Цель жизни выражается в наиболее полном раскрытии человеком своих возможностей, вызывающих чувство уверенности и надежности. От того, насколько человек желает раскрыться, проявить свои задатки, настолько он будет тратить собственную психическую энергию и пополнять ее еще большим количеством. Иван Павлов так говорил о цели жизни. Он называл ее рефлексом цели. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели. Делается только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели. Наоборот, жизнь перестает привязывать к себе, как только исчезает цель. И действительно, более или менее осознаваемая цель жизненно необходима человеку для сохранения его душевного равновесия. Цель жизни осуществляется посредством реализации ближайших и отдаленных целей. Но подлинный смысл жизни заключен в отдаленной цели. Цель жизни должна обладать двумя особенностями. Требовать упорного труда, иначе цель не будет способствовать самовыражению. Плоды этого труда должны быть не мимолетными, а непрерывно накапливаться в течение жизни. Иначе цель не была бы отдаленной. Отдаленная цель устраняет мучительные, ведущие к подавленности, то есть дистрессу, сомнения при выборе и совершении поступков. Личностный смысл отражает содержательную сторону индивидуального сознания, которая характеризует, насколько человек отождествляет себя собственной личностью, ту или иную идею, обычай, моральную норму, социальную ценность, оздоровительную систему и т.д. Степень такого отождествления бывает различной, начиная от полного неприятия до активной борьбы за ее реализацию. Вот мы и подошли к понятию шкала внутренних ценностей человека. Личностный смысл и цель жизни человека зависят от того, какие в настоящее время в обществе ценности, что считается благом, а что ему противоположным, что считается высоконравственным, а что безнравственным и т.п. В каждом обществе, стране, городе существовала и существует своя шкала ценностей. Сознательно или бессознательно, но каждому человеку с детства навязывается определенная шкала ценностей, которую, вырастая, он принимает или отвергает, создавая свою собственную. Это уже зависит от интеллектуального развития. После окончательного оформления основных ценностей в шкале, человек ставит перед собой жизненную цель и ряд промежуточных. Способ достижения этих целей теперь для него становится личностным смыслом. Теперь человек, отождествляя себя с этим личностным смыслом, посредством проявления сознательных волевых усилий, реализует их в жизнь. Закончить школу, поступить в учебное заведение, получить престижную специальность, устроиться на высокооплачиваемую работу, создать семью, обеспечить детей и собственную старость и тому подобное. Саморегулирование личности на всех этапах жизни означает, что среди импульсных влечений, потребностей, интересов для достижения поставленной цели, человек должен научиться нелегкому чувству отказа. Разногласия между «хочу» и «могу» оставляет чувство обиды, недовольства самим собой. Это означает, что сознательному или бессознательному хотению, импульсу созревшему и идущему из глубин полевой формы жизни становится преграда-блок. В результате преграды, отходы полевой формы жизни, все эти хотения, недовольства и обиды с самим собой не выводятся в виде того или иного действия, а остаются, капсулируются в объеме полевой формы жизни человека и образуя в ней искажения, то есть раковины. В свою очередь, раковина или искажения ухудшают регулировку физического тела и его функции со стороны полевой формы жизни, что со временем приводит к болезненному состоянию как отдельных органов, так и всего организма. Чувство обиды, недовольства самим собой, жизненными условиями и так далее как раз и означает, сигнализирует, что у вас образовался подобный голографический узелок, отнявший час энергии из общего объема полевой формы жизни и постоянно оттягивающий жизненную энергию при появлении чувства обиды. Необходимо научиться спокойно отказывать себе, спокойно принимать собственные поражения, реально смотреть на самих себя и окружающих, с детства учиться проигрывать и не раздувать таких событий до размеров трагедии, то есть заченувшийся аффект, а наоборот закаляться ими, учиться на них, превращать поражение в ступени собственного роста, неуклонно приближаясь к цели. Примеры из оздоровительной практики интеллигента, конструктора авиационных двигателей, академика, генерала Александра Александровича Микулина и сына шахтера Порфирия Корнеевича Иванова. Микулин, ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отличались долголетием, а мне вот уже 90 лет. И как видите, я достаточно бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял, нельзя жить самотеком, лениться, не заниматься физкультурой и спортом, переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно соблюдать свои принципы, а затем заинтересовался проблемой повышения жизнеспособности организма и как ученый, как инженер-конструктор. Так появилась моя книга «Активное долголетие», которая, как вы помните, имеет под заголовок «Моя система борьбы со старостью». В ней есть положения, которые вызывали и вызывают возражения, однако я никогда не призывал слепо следовать моим рекомендациям. У каждого человека свои особенности, привычки, темперамент, значит и образ жизни должен быть индивидуальным, но обязательно активным. Сам я продолжаю придерживаться всех принципов своей системы. Правда, бег заменил быстрой ходьбой. Для определенного возраста это закономерная корректировка. Желаю вам быть всегда и во всем активным и непременно иметь заветную цель, а достигнув ее, ставить перед собой новую, тогда жизнь пройдет плодотворной и будет что вспомнить на склоне лет. А теперь Порфирий Иванов. Не сверхъестественный я был человек, и не надо меня честным величать. Я был одно время, до 35 лет, это примечание мое, разбойник природы, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считаясь ни с чем, а себе строил благо, все делал для того, чтобы жить хорошо. Детство, молодость и возмужалые годы мои я провел так же, как и все, но потом удалился вон из этого всего, чего делали все люди, и все как один из-за этого поумирали. Я этой дорогой со своим здоровьем не пошел, стал ее постепенно оставлять и стал приближаться к тому, чтобы подружиться с природой. Я стал в природе жить по-своему. Это дело для людей сознательно. По природе в трусиках зиму и лето ходил. Надо верить и надеяться на природу, на неумолкающее движение в воздухе. Это все не стоит на месте. И никто эту штуку не опознал. Надо чистым телом спускаться в воду, без всякого питания и дыхания терпеть, словом, не вонять своим телом по природе, уметь любить ее и дружиться с нею. Я от этого крепко терпел и ждал времени. Очень тяжело было, но вытерпел. У меня адское терпение на то, чтобы все на себе лично испытать и понять, а потом на себе и других применять. А потом на себе и других применять. Чтобы от всего этого на земле польза была. Сила Человекова приобретается физически. Самое главное – воздух. Вся сила вдохи и выдохи. Я и сейчас бегаю быстро и не хвалюсь этим. У меня мой бег, моя быстрота вырабатывает силу воли. Я всех прошу и умоляю, чтобы этот человек делал. Я с неба не упал, а родился, как и все люди. Я прошу любого человека, чтобы он согласился с моей мыслью в любое время года, стать таким человеком, как наш учитель. Один день не кушать – это будут твои силы. Но не учительевы. Учитель их нашел и опознал это дело сам. Силы не в природе находятся, а в теле человека. Тело – это живая, естественная природа. В нем есть энергия, электричество. Второе. На основании знания механизмов поведения умело управлять полевой формой жизни. Этот вопрос подразделяется на следующие подразделы. А. Владеть механизмом собственного поведения, настроения и страстей. Б. Приобретать полезные привычки и качества. В. Преодолевать критические жизненные ситуации. Г. Знать и использовать различные виды саморегуляции. Г. Чтобы умело владеть механизмами собственного поведения, настроения и страстей, необходимо знать мотивы, их вызывающие. Умение управлять мотивами, сознательно отбирать их согласно шкале внутренних ценностей, поможет вам легко и просто контролировать собственное поведение, настроение и страсти. К тому же вы должны понять, осознать и активно проводить в жизнь наидревнейшую истину. Первопричина Атман, она же Пуруша, создавшая человека, его личность, постоянно наслаждается своим творением, чтобы при этом не ощущал человек, плохое или хорошее. Первопричина наслаждается всем. Разделение на плохое и хорошее для человека – это функция аналитического ума. Отсюда получается очень интересный и жизненно важный вывод. Вы можете, не наслаждаясь аналитическим умом, все равно наслаждаться. А можете, наоборот, наслаждаться аналитическим умом, представляя плохое благом и наслаждаться как индивидуальная душа – Атман. Мудрецы говорят, что упряжка из тела, чувств и мыслей и есть наслаждающийся Атман. И оказывается, что для того, чтобы неприятно сделать приятным, надо в уме поменять собственное отношение к воспринимаемому. Принимайте хорошее и плохое как благо, как своеобразный жизненный урок, урок, который нужен именно вам. Все, что не делается Богом к лучшему. Только при таком восприятии окружающей действительности вы будете окружены эмоциями радости, восторга, и мир вам будет казаться добрым и радостным, но справедливым. Для живущих в страхе перед завтрашним днем, ненавидящих своих обидчиков, обвиняющих окружающих в собственных неудачах, мир грозен, мрачен, жесток. В результате все плохое, отрицательное, подавленное, созданное собственным неправильным отношением к происходящему, отлагается в виде голографических энергоинформационных вкраплений, империла в полевую форму жизни. И наоборот, радость бытия, без подразделения на плохое и хорошее. Принятое таким, как оно есть, не оставляет негативных следов в полевой форме жизни, но питает и укрепляет саму первопричину человека. Атман, Парушу, или, как я говорил, Дух. Искру, Творца. И в этом нет ничего удивительного. Физическое тело укрепляется пищей, содержащей гравитационную и другие виды энергии. Полевая форма жизни укрепляется тепловой, электромагнитной, световой и другими видами энергии. А атман, Паруша, питается и укрепляется возвышенной радостью. И эту радость, восторг, счастье человек должен создавать и извлекать из повседневных жизненных ситуаций. Это и есть то богатство, которое воры не крадут и черв не точит. Солнце отдает себя в виде лучей света и тепла. Земля дает нам место для жизни и поддерживает наше тело. А мы отдаем себя в виде великой любви на благо всей Вселенной. В этом и есть смысл великого закона жертвы. О том, что существует первопричина человека, атман, Паруша или дух, уже доказали ученые. Ниже следующая выдержка из статьи «Можно ли взвесить душу?» рассказывает об этом. Как известно, согласно верованиям, душа покидает наше бренное тело в момент смерти. А раз так, решили американские исследователи, нельзя ли ее взвесить. Сказано – сделано. Ученые сконструировали специальные весы, где были предусмотрены все возможные изменения веса умирающего известной медицины. Провелись серии опытов. Результаты превзошли все ожидания. Думали получить тысячные доли грамма, а оказалась человеческая душа весит от 2,5 до 6,5 грамма. Ленинградским медикам удалось приборами зафиксировать эту субстанцию. В момент смерти от человеческого тела отделяется некий объект, который имеет форму яйца. Вот так человеком делается собственная судьба. Повседневное поведение, настроение за счет установок аналитического ума вызывают благие или отрицательные последствия для здоровья и всей последующей жизни. Чтобы лучше уяснить свои механизмы собственного поведения, давайте разберем в качестве примера и механизм образования страсти, описанный Нилом Сорбским. Нил Сорбский жил последнюю четверть 15-го начала 16-го века. Постриженник Кирилла Белозверского монастыря. Пользовался его богатейшими книжными собраниями. Посетил Константинополь и Афон, где изучал греческий язык и ознакомился с собраниями книг Афонских монастырей. Вот это я разошелся, читаю. Разошелся так и сыпи, тревольник будет выпить, будь он хоть паралепепет, будь он купь ядрен на вор. Первое. Началом всякой страсти является прилог, впечатление, производимое предметом при его восприятии или же образ предмета, возникший предмысленным взором при вспоминании о нем. Вообще, мимолетные чувства и мысли, которые при определенных условиях становятся источником страсти, появляются независимо от нашей воли, а потому не поддаются моральной оценке. Второе. Сочетание, присоединение к первоначальному образу и мыслям новых психических компонентов. Зачатка воли и чувства. Это происходит тогда, когда человек останавливает и заостряет внимание на мысли, предмете или идее. На этой ступени уже по собственной воле происходит принятие решения. На этой стадии возможно осознанно решить проблему трояким образом. А. Открыть зеленый свет страстному началу, что даст вывод энергии наружу, но привяжет человека к объекту страсти и ввергнет в порочный круг последствий. Б. Волевым усилием подавить страсть и тем самым замуровать в собственной полевой форме жизни, в собственной полевой жизни ее образовав раковину. Б. Согласно шкале внутренних ценностей, рассмотреть страсть с различных точек зрения и решить, стоит ли за это браться. И если стоит, то взвесь в ситуацию, найти наиболее оптимальный вариант для беспрепятственного излияния страсти, не вредя ни себе, ни окружающим людям. Б. Сложение. Теперь волевой компонент подключает энергию для реализации задуманного. Это начало страстного увлечения, возникшей мыслью, вспыхнувшим чувством, осмысленной идеей. На этом этапе энергетика человека тратится на удовлетворение поставленной цели. Четвертое. Стадия пленения. Означает полное подчинение собственной деятельности на удовлетворение задуманного. Человек использует все для достижения интеллект, внутренние резервы и так далее. Различает два вида пленения страстью – добровольное или невольное. Как в первом, так и во втором случае происходит одно человек, полностью подчинен страсти. Пятое. И, наконец, наступает последняя стадия, которая характеризуется длительностью. В результате сильной и длительной энергетической работы в организме человека образуется устойчивый энергоинформационный очаг страсти, который подобно живому существу начинает сосать энергию из организма, создавая соответствующий настрой с целью получения энергии нужного ему качества и достаточного количества. Вот так божественная природа человека при попустительстве аналитического ума порождает в себе дьявола, питающегося от божественной природы и подчиняющий ее себе. Мы с вами рассмотрели отрицательные варианты страсти. Но этот же механизм можно использовать себе на благо, то есть вызвать благою страсть. Вы можете создать себе какой-либо положительный идеал и всеми силами стремиться к его достижению. В результате этого вы формируете энергоинформационный очаг благости, святости или здоровья, которые будут облагораживать и оздоравливать вас, подчиняя низшую природу человека выше. Ниже следующие два примера проиллюстрируют вышеописанно. Пример первый. В одной из камер за массивной железной дверью содержался осужденный Василий Кулик, 1956 года рождения. Открыли двери и ко мне в коридор вышел еще молодой человек среднего роста. Я назвался и объяснил, что хотел бы с ним побеседовать. Он не возражал и начал свой рассказ так. Родился я в Иркутске, в довольно благополучной семье, с третьим ребенком. Отец – доктор биологических наук, профессор, мать – директор школы. Росли мы в полном достатке. Хорошо учился в школе, легко поступил в государственный институт. Потом много лет работал линейным врачом городской станции скорой помощи. Семейная жизнь сложилась удачно. Жена по образованию юрист. У нас двое детей. Очень люблю их. Теперь они от меня отказались. Не пил, не курил. На себя лишние копейки не тратил. И вот свихнулся. Сегодня для себя не могу объяснить, когда и почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив, полон насилия, жестокости. А теперь больше, чем когда-либо, много убийств властвует видеопорнография. Меня стали смущать малыши, подростки, их обнаженность. Однажды решился. Это было днем. Я встретил на трамвайной остановке восьмилетнюю девочку. Знаете, эдакую современную акселератку. И не мог преодолеть межзапно возникшего дикого желания овладеть ею. Изнасиловал. В ту осень у меня было несколько таких приключений с девочками и мальчиками. Все случаи не имели никаких последствий. Как-то, работая с очередной жертвой и преодолевая ее сопротивление, я немного придушил девочку. Она стала агонировать, забилась в конвульсиях. Это вызвало у меня особое чувство полового удовлетворения. После этого случая стал так поступать со всеми жертвами. Насилуя убивал, убивая насиловав. Спутник, камера смертников, издательство «Журналист», подписанная печать, 10.05.1991 года. Как видно из этого примера, страсть развивалась по вышеописанной схеме. Прилог, видя порнографию, сочетание, смущало обнаженность, сложение, не смог преодолеть возникшего дикого желания. Пленение, приключение с девочками и мальчиками. И, наконец, выросший в нем дьявол, для получения особого чувства, заставлял насилуя убивать, а убивая насиловать. Чувство удовлетворения поработило человека, сделавая его своим орудием. Пример 2. Великолепное здоровье, которое доставляет мне большое удовольствие, приобретено с помощью методов, описанных в этой книге. Как сделать ваше сердце здоровым, Поль Брех. Я родился на плантации в глубине штата Вирджиния, где занимались разведением табака и свиней. С момента рождения у меня было слабое сердце. Даже в современных больницах такие дети требуют очень внимательного ухода. В течение первых 14 месяцев шла постоянная борьба за мою жизнь. Я страдал сильными сердцебиениями. 8 лет меня свалила ревматическая лихорадка, и я в течение 11 дней находился между жизнью и смертью. Слабое сердце не позволяло мне бегать и играть со своими здоровыми сверстниками. Вскоре стали развиваться другие болезни. Синусит, астма, бронхит, а затем и туберкулез. Я провел несколько лет в санаториях, где меня приговорили к смерти. Казалось, не было надежды выжить. Но где есть жизнь, там есть и надежда. Я очень хотел попасть в знаменитый санаторий доктора Ролли в Швейцарии, который использовал естественные методы лечения. Ролли прозвали доктором свежего воздуха, воды, солнца, физической активности и естественной пищи. За кроткий промежуток времени он сумел восстановить мой организм, и я начал свой путь к здоровью и силе. В это время произошло еще одно важное событие, и я решил посвятить всю свою жизнь тому, чтобы помогать людям восстанавливать свое бесценное здоровье, как это сделал я. Да, именно на этот путь я решил направить свою энергию и жизнедеятельность. В течение многих десятилетий я изучал методы восстановления здоровья естественными способами и передал свои знания многим тысячам людей во всем мире. Это был Поль Брэг. У Поля Брэга в качестве сочетания явилось чувство обрести совершенное здоровье. Сложение выразилось в желании попасть в санаторий доктора Ролли. Стадия пленения возникла тогда, когда Ролли за короткий срок простейшими методами вернул ему здоровье, и юный Брэг решил посвятить свою жизнь восстановлению утраченного здоровья другим людям. Последняя стадия этой благородной страсти выразилась в упорном труде по приобретению методики естественного восстановления человеческого организма и передачи их многим тысячам людей. Человек развил в себе божественную природу и получал удовольствие в отдаче своих знаний и умений. Ввиду того, что каждый человек в течении собственной жизни находится в трех возрастных периодах. Слизи, когда организм насыщен водой. Это от рождения до 25-30 лет. Желчи, когда в организме из-за снижения воды более выражены теплообразующие свойства от 25-30 до 50-60 лет. И, наконец, ветра, когда организм сильно обезвоживается и теряет способность к выработке и удержанию тепла. Это от 50-60 лет и старше. Страсти также качественно меняются. И если человек имеет, соответственно, более выраженную конституцию с тем или иным жизненным принципом, то в этот жизненный отрезок соответствующая страсть наиболее ярко проявляется. В возрастном периоде слизи преобладает страсти, нежности, особенно у детей, любви, взаимной у подростков, у юноши. Человек в этот период нежен и страстно любит. Если в этот период человек не встретит свою половину, он уже любит не сердцем, а умом. Увы, время упущено. Вообще, это возраст энтузиазма. И главное, найти себя с самого начала. Тогда за счет этого можно многое сделать. В возрастном периоде сжилочи преобладает страсти, радости и гнева. Страсти, сильные эмоции, радости связаны с тем, что в этом возрастном периоде человек самостоятельно добивается первых значительных результатов жизни. Молодой человек впервые вкушает радости взрослой жизни. Все сверхэмоционально. Отсюда яркость и память об этом отрезке жизни. Страсти гнева возникают из-за столкновения с препятствиями, недоразумениями, энергии много, а контроля, опыта мало. В результате в этом возрасте часты вспышки гнева. В возрастном периоде ветра преобладают страсти, зависти, ненависти, мщения. Вообще в этом возрасте страсти вызываются гораздо труднее, чем в предыдущих. Сказывается жизненный опыт и уменьшение энергии. Вышеуказанные эмоции возникают вследствие разочарования в жизни, ускользания надежд, расстройств и планов. Вот тогда человек сознательно завидует тем, у кого все получилось, ненавидит и мстит тем, в ком разочаровался, обманулся, кто помешал осуществить его цель жизни. Как видите, страсти претерпевают качественные изменения и от бессознательных порывов детей, слабо контролируемых действий зрелых людей к сознательным пожилых и старых людей. В этом отношении возрастание сознательного компонента мыслительной деятельности усиливает полевое воздействие старых людей. Чтобы избежать повреждающего воздействия полевого характера, проклятия и тому подобное, все религии говорят о почитании родителей и пожилых людей.